...полагается, что он будет рассчитываться на базе замеров, которые проводят РОВСТА. Но до этого, несколько лет уже, индекс активного долголетия мы пытались измерять в рамках Института социальной политики на базе существующих российских обследований. К счастью, после выступления коллег мне уже не стоит, не приходится повторять основные элементы и политики активного долголетия и, собственно, индекса. Упомянули, что он состоит из 22 индикаторов, которые группируются в 4 основных домена. И его главная цель, в отличие от индекса, о котором говорила Найбуль, состоит в том, чтобы измерять использование потенциала пожилых людей для активного и здорового долголетия. То есть он не измеряет, собственно, качество жизни в старших возрастах. Вторая его особенность, которая его от индекса, рассчитыванного H-International, отличает, он использует данные обследований, которые, как правило, сопоставимы по странам, позволяют делать межстрановой анализ, анализ динамики. И, в общем, методология гораздо более прозрачна и аккуратна, поскольку не было задачи охватить очень много стран. Собственно, изначально этот индекс был разработан в Содружестве Европейской экономической комиссии ООН и Европейской комиссии, и ориентировался на страны Европейского союза. Мы, скорее, подключились к этому индексу вначале на добровольных началах, чтобы посмотреть, насколько вообще Россия может позиционировать себя относительно европейских стран в рамках такого инструмента. И уже чуть позднее показатели, которые входят в расчет индекса активного долголетия, были включены в набор показателей для мониторинга прогресса в области политики, направленной на активное долголетие в рамках реализации Мадридского международного плана. Что, собственно, с положением России по нашим оценкам? Мы использовали как обследование, которое проводит Росстат, так и ряд других обследований, в частности, российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, который реализует высшая школа экономики, европейское социальное исследование. Но вот нашими ближайшими соседями по этому индексу, повторю, это страны ЕС и Россия, оказывается Польша, Венгрия, Румыния, Хорватия и Греция. В чем особенность, да, состоит в том, что на самом деле, когда мы первый раз посчитали этот тест, наше положение было более чем хорошим, на мой взгляд, мы были где-то в середине этого списка, но, к сожалению, здесь действуют правила, которые хорошо всем известны из творчества Льюиса Кэрролла, чтобы попасть куда-то, нужно бежать вдвое быстрее. То есть, несмотря на весь прогресс, который достигнут в России в области улучшения качества жизни людей в разных возрастах, вот мы бежим изо всех сил, но мы остаемся на месте, и более того, видимо, мы даже изо всех сил недостаточно бежим. Наш регресс внутри вот этого рейтинга связан не с тем, что у нас что-то заметно ухудшилось, хотя, безусловно, кризис там 14-15-го годов сказался на благосостоянии пожилых людей. Но, в первую очередь, страны Европейского Союза в последние годы начали бежать намного быстрее. То есть, их прогресс в области активного долголетия был настолько заметен, что это позволило даже странам Центральной и Восточной Европы или Южной Европы подняться вверх этого рейтинга. Ну и вот здесь на двух картинках я попыталась, собственно, показать, где у нас, да, мы отстаем сейчас и от средней, и от лучших практик по ЕС, да, но есть сферы, которые проваливаются, на самом деле, практически во всех странах. Всем странам еще предстоит достичь большего прогресса по более активному участию пожилых людей в жизни общества. Всем странам еще предстоит много чего сделать для того, чтобы занятость в старших возрастах, причем невынужденная занятость, а топровольная занятость, да, могла осуществляться большим количеством людей и дольше, чем это сейчас. Но, тем не менее, да, есть сферы, в которых у нас ситуация более-менее неплохо по отношению к многим другим странам, которые входят в ЕС, в частности, по показателям благоприятной среды. На самом деле, в общем, и по показателям занятости, если мы учтем разрывы в уровне жизни и, соответственно, здоровью людей старшего возраста, а есть там те сферы, в которых мы проваливаемся. Вот картинка справа, да, одна о ЕС напоминает такой вот знаменитый Empire State Building в Соединенных Штатах, то есть такая сбалансированная высотка, да, и более коренастая наша. Вот различия отражают, собственно, размеры каждого индикатора. У нас есть ряд показателей, которые просто, к сожалению, проваливаются, если мы говорим о потенциале активного долголетия. И, в первую очередь, это, безусловно, низкая продолжительность жизни и низкая продолжительность здоровья жизни. Это главная проблема, решением которой направлены сейчас как раз многие действия в рамках национального проекта «Демография». Это доступность качественной медицинской помощи, к сожалению, тоже особенно для людей старшего поколения. Она остается достаточно ограниченной по сравнению с другими странами. Это вопросы низкой физической активности. У нас пока люди уходят, двигаются, особенно, да, занимаются физической культурой в старших возрастах очень мало. Но на самом деле мы смотрели про ДТС и не только в старших. У нас, за исключением совсем молодых возрастов, к сожалению, пока физическая активность еще не стала какой-то социальной нормой. Но, к счастью, ситуация здесь меняется. Несмотря на очень активную вовлеченность в межпоколенные взаимоотношения, уход, в первую очередь, за внуками, но в том числе за лицами старшего возраста в семье, у нас, у людей старшего поколения, пока остается достаточно слабая вовлеченность во внесемейную социальную активность. И вот то, о чем мы уже говорили, и в том числе, я думаю, процесс в ближайшие годы будет достигнут, по замерам, которые делали мы, вот последние были 17-го года, у нас, безусловно, был провал по охвату непрерывным образованием. Но, тем не менее, есть сильные вещи, на которые Россия может опираться. На самом деле, если мы посмотрим на уровень образования наших людей старшего возраста, он очень высок, даже по сравнению со странами более высокого уровня экономического развития. У нас гораздо большее количество людей имеет среднее профессиональное и высшее образование. У нас неплохие, опять же, повторюсь, показатели занятости, учитывая все существующие ограничения. У нас по ответам самих людей, вот вопросы о физической безопасности измерялись на основе субъективных отцепок. А самих людьми у нас, в общем, относительно неплохо с физической безопасностью. У нас улучшается ситуация с доступностью интернета и информационных технологий. Поэтому, на самом деле, то, на что опереться активному долголетию в политике, в области активного долголетия, этого тоже не так мало. И политика активного долголетия, концепция которой говорила Мария Андреевна в самом начале, она не встроится в безвоздушном пространстве. Есть опоры и внутри социальной политики, и есть опоры внутри общества. И внутри тех результатов, которые были сформированы экономической и социальной политикой предыдущих десятилетий. И поэтому, скорее, задача стоит на ликвидацию тех пробелов, и, может быть, на более быстрый бег в тех сферах, в которых наблюдается наибольшее отставание. Спасибо.